Друзья, приветствую вас на моём канале Мерсин и мой блог. С вами я, Мерсина Турецкая, и это мой псевдоним. Сегодня на улице идёт дождь, но я вам покажу наши изменения, что у нас изменилось. Смотрите, перед входной дверью у нас было очень много пространства, и мы приобрели вот такой вот шкаф. Теперь у нас есть места хранения, когда мы приходим с пляжа, или то, что нам не нужно в квартире. А также я приобрела вот такой вот горшочек, и посадила два цветка. Вот этот всем известный цветочек. Вот у меня как-то он немножко приболел. Герань. Вот, видите, что-то с ней случилось. Может, кто-то знает, как подлечить эту болезнь, потому что я уже мыльным раствором её брызгала. А второй цветок здесь очень хорошо себя чувствует. Ну, это известный такой цветок. Пятнышками вот такими листья. Такой он большой растёт. Вот. Также я сажала фикус, но он у меня пропал, я его выбросила. Ну, горшок большой, да. Там поместилось несколько ведер земли. Вот, и вот так вот у нас получилось вот здесь вот прекрасно. Прямо выходишь, и всё, есть вот такой вот шкаф. В шкафу такие вот большие отделения, я покажу сейчас. Вот такие вот они. Вот так вот у нас здесь водичка стоит на запас, если вдруг. Видите? Вот так же вот швабры. Потому что в нашей квартире нет кладовки. Бывают турецкие квартиры, там есть кладовки. Или три туалета. Так, и второе тоже вот отделение. Примерно так же выглядит. Вот у нас здесь стульчики стоят пляжные, зонтик лежит. Сумка-тележка, с которой мы ходим на рынок. А также вот у меня здесь склад банок. Купили мы такой шкаф большой, огромный, конечно, он. Смотрите, он прям реально огромный. И высота у него хорошая. Купили в магазине комиссионка, да. Встал нам этот шкафчик 4000 турецких лир. В то время одна лира стоила 3,7-3,8. Поэтому, ну, я считаю, что это недорого. И у нас здесь вот это вот окно, видите, тоже. Как бы относится к нашей квартире. И вот так вот, коридоры. Смотрите, вот около нашей квартиры нет ничего. Вот до этого вот буквально место. Здесь идет пожарный выход. И вот лифтовая. Одна лифтовая. Потом проход. И вот там вторая лифтовая. И, короче, симметрично дом расположен. Вот тут в углублении еще одна квартирка есть. Вот такие вот турецкие подъезды. Ширина подъезда, ну, смотрите, да. Реально это, я не знаю, сейчас просто даже вот так померяю. Раз, два. Да, около двух. Два двадцать, наверное. Ну, в общем, больше, чем два метра. Вот газовый счетчик. Нельзя закрывать. Можно было бы тоже что-то здесь придумать. Как-то закрыть. Ну, не разрешается. Не эстетично, конечно. Глаз эстета, может быть, это немножко напрягает. Ну, ничего, знаете, нормально. Раз нельзя закрывать, что делать. Конечно, лучше бы он вот там был. С той стороны. Но с другой стороны, да, на открытом пространстве должен быть. И это в Турции, знаете, это в Турции как бы практикуется. Потому что вот я вам сейчас покажу симметричную такую же квартиру. Такую же квартиру, как у нас, симметричную. Здесь стоит стол со стульями. Вот, видите? То есть это все практикуется. Особенность турецких квартир, что они обувь не заносят в квартиру. Вот если нет газа в квартире, то вот так вот. Газовая труба подведена, но счетчик не стоит. Вот, видите? Кстати, если вот вы пришли покупать квартиру, и вдруг увидели, что ни одного счетчика нет, ни на одной квартире, это значит, у дома нет эскана. Это одна из примет того, что у дома нет эскана. Ну, и вот такой вот вид. Из нашего окошечка. А на этом я прощаюсь с вами. В следующих видео я хочу сделать обзор изменений в нашей квартире. Так что подписывайтесь на мой канал. Будьте всегда с нами. Вещаю из Турции. Сегодня второй тур выборов. Сегодня вот мы находимся дома. Дождливый день. Ждем итогов. Спасибо. Спасибо.